В эфире программа Вести+. Здравствуйте! Если говорить по-военному, здравия желаю. Если совсем расшифровать, то каждый день мы сами о том не задумываясь, желаем друг другу здоровья. Вот такое выспринное получилось представление сегодняшнего гостя нашей программы. Начальник управления здравоохранения городской администрации Сергей Викторович Богданов. Добрый вечер! Добрый вечер! Сергей Викторович, вы во власти человек новый и таким новичкам у нас вопрос традиционный. Кто вы, что вы, откуда пришли? Я родился в городе Иманжелинске, Челябинской области. После окончания школы поступил в Челябинскую государственную медицинскую академию. Закончив ее, был распределен город Магнитогорск. И вот с 1980 года, в настоящее время, я живу в городе Магнитогорске. Начинал я работу во втором родильном доме. А с 1986 года по 2005 год работал главным врачом родильного дома номер один. Ну вот, с апреля 2005 года назначен начальником управления здравоохранения городской администрации. Но всего того, что жена у меня родом из Магнитогорска, я уже 25 лет здесь живу, и дети родились в этом городе. Тоже считаю себя Калининым Магнитогорсцем. Сергей Викторович, свежий взгляд на городское здравоохранение. Я знаю, у врачей есть своя градация, своя оценка состояния больного. Это крайне тяжелое, тяжелое, но стабильное, средние тяжести. Выберите из перечисленного. Стабильное. Стабильное. Обоснуйте. В чем она, эта стабильность? Стабильность? Ну, стабильность заключается в том, что у нас, в общем-то, не меняется на протяжении уже, так сказать, многих лет основные показатели, допустим, заболеваемости младенческой, детской. У нас не растут показатели, определяющие состояние благополучия здравоохранения, это материнская смертность. У нас нет вспышечных заболеваний инфекционных. У нас нет сезонных заболеваний, связанных, допустим, с летним периодом. Я считаю, что это все говорит о стабильности работы здравоохранения в целом. У нас не растет смертность, и не меняется структура заболеваемости. Будучи главным врачом роддома, вы стояли у истоков человеческой жизни. И вот прошло 7 лет, младенец превратился во вполне человека и уже собирается в школу. Предлагаю посмотреть сюжет моей коллеги, а потом обсудить. Окулист, невропатолог, гастроэнтеролог и логопед. И это далеко не полный список врачей, заключения которых должны получить дошколята. Подобные осмотры ребята в детском саду проходят ежегодно. Ольга Старкова за здоровьем юных магнитогорцев наблюдает уже 25 лет. Если сравнивать состояние здоровья детей где-то лет 10 назад, то, конечно, печально, что состояние здоровья несколько ухудшилось. Я не хочу сказать, что оно совсем плохое, но ухудшилось. Из 750 детей в правобережном районе, которые уже прошли осмотр в этом году, здоровых лишь 43 человека. Лидирует заболевание опорно-двигательного аппарата, нарушение осанки, плоскостопие и сколиоз. На втором месте, несмотря на усиленную рекламу, болезнь сладкоежек. Это пораженность детей кариесом. Где-то около 53% детей имеют кривозные зубы. Это хронические очаги инфекции, которые нуждаются, конечно, в санации. И они наносят определенный вред здоровью ребенка. Заключение окулиста также должны получить все дети. Так называемой таблицей Сивцева проверяется острота зрения. Сейчас в поликлиниках при осмотре дошкалят детскую таблицу, где изображались звездочки и елочки, уже не используют. Потому что практически все будущие первоклассники знакомы с алфавитом и умеют читать. НЕ, ЧЕ, МЕ. Все данные о состоянии здоровья ребенка заносят в компьютер, затем передают в школу. Саша Кунгуров уже умеет читать и писать. И даже знает, зачем нужно ходить в школу. Учатся, знания получают. Саша болеет часто. Сейчас таких детей большинство. Теперь главная задача педагогов построить учебный процесс так, чтобы проблем со здоровьем у этих ребятишек не прибавилось. Ну вот, собственно, и тема для обсуждения, Сергей Викторович. Детское здоровье, точнее отсутствие такового. Кто виноват и что делать? Ну, дело все в том, что, в общем-то, эта проблема, она социальная, семейная и в последнюю очередь медицинская. Должен отметить, действительно, вот сюжет, который показан, он рассказывает о проблеме очень серьезной. Я, как акушер с 25-летним стажем, могу сказать, что начать нужно с того, что, конечно, индекс здоровья населения, в частности, женщин, он из года в год ухудшается. То есть на 100 женщин, которые становятся на учет, только 5 имеют относительно, так сказать, благополучное состояние здоровья. У остальных, как правило, преобладают какие-то заболевания, которые требуют не только, так сказать, лечения, но и решения вопроса о том, может ли она вынашивать беременность. Конечно, это сказывается, прежде всего, и на здоровье будущего поколения. Вторая проблема, очень важная, это здоровье отцов. К сожалению, мужским здоровьем мало кто занимается, в силу, так сказать, нашего менталитета мужского, российского. Редко кто из мужчин обращает внимание на свое здоровье и считает необходимым регулярно показываться, имея какое-то заболевание. Раньше были проблемы с тем, куда бы обращаться. Сейчас в городе Магнитогорске существует несколько урологических отделений разного, так сказать, уровня оснащенности и доступности. И эти вопросы там довольно успешно решаются. Не далее, как вот буквально две недели назад был открыт урологический центр на базе медицинской части комбината вещи. Но современнейшее оборудование, оснащенное под шведской технологией, я считаю, что мужское здоровье, в общем-то, это проблема каждого из мужчин, который решил стать отцом. Это первое. Второе, очень важно планировать беременность. Она не должна быть, так сказать, результатом случайного знакомства или встречи, или просто так, как некоторые трактуют, получилось. Тогда, может быть, будет меньше проблем у детей, которые пойдут в школу и имеют эти заболевания. Ну, в-четвертых, я считаю, очень важно, так сказать, отширение семьи к детям. Все-таки семья, решив иметь детей, должна заниматься их здоровьем обязательно, здоровлением и здоровьем. Потому что город у нас в плане экологии не очень благополучен. Желательно, чтобы дети, конечно, большую часть времени проводили за городом. Условия тоже для этого есть. Мало того, Магнитогорск город спортивный. Как вы обратили внимание, там заболевания порнодвигательного аппарата. Бассейн у нас есть, спортивные площадки есть, секции всевозможные. Гимнастические, что показано. Секции спортивной гимнастики, секции борьбы, допустим, они позволяют исправить и недостатки, коррекции фигуры, которые есть. Но этим нужно заниматься. Ну и третья проблема, конечно, тоже существенная, это проблема уже, так сказать, социального плана. Это социальная защита и гарантия молодой семьи, которая, решив встать на путь, так сказать, увеличения численности своей семьи, должна иметь и квартиру, и зарплату, и возможность этого ребенка содержать. Я считаю, в этом проблема. Человек вырос и с жизненным опытом приобрел более серьезные и, увы, хронические хвори. Говорят, шутят, был бы человек, диагноз найдется. Какой диагноз с точки зрения статистики городской беспокоит больше всего управление здравоохранением? Ну, мы вот последнее время, проанализировав, какова у нас структура заболеваемости, пришли к такому очень интересному выводу, что на первом месте все-таки преобладают заболевания сердечно-сосудистой системы у людей разного возраста, и, в общем-то, эти заболевания помолодели. Нельзя сказать, что это удел людей пожилого возраста или старческого. Это первое. На втором месте стоят онкозаболевания, заболевания легочной системы, онкологические, живутокишечного тракта. Но это особенность уже, так сказать, может быть, даже нашего региона, не только города Магнитогорска. И на третьем месте, что очень печально, это травматизм. И от него смертность, от травматизма довольно высока в городе Магнитогорске. Это третье место как причина смертности. И самое, что неприятное и, так сказать, заставляет задуматься, это бытовой травматизм, а не производственный, который растет и составляет больший удельный вес вот в этой структуре. К сожалению, такая статистика у нас. В общем, хваленое уральское здоровье далеко в прошлом. Осталось легендой. Ему на смену приходят химические препараты под названием лекарства. Сильные, все более современные и все более дорогие. Как с лекарственным обеспечением? Ну, если не касаться льготного лекарственного обеспечения, в общем-то, сейчас нет проблем ни в стационарх, ни в поликлиниках с обеспечениями медикаментами людей, обращающихся за лечением или находящихся на лечении. Потому что бюджет в этом плане достаточно, так сказать, имеет на это денег. Кроме того, и в фонде обязательного медстрахования, который финансирует большинство лечебных учреждений, тоже эти вопросы решены благополучно. Что касаемо льготного обеспечения лекарственного, вы знаете, что есть три уровня льготников, федеральных, региональных и местных. Здесь есть определенные проблемы, но они больше индивидуального плана, которые, в общем-то, решаться должны. И они решаются при обращении тех, кто что-то не получил или не понял, как это сделать, в соответствующие инстанции. Или в аптеку управления, или в управление здравоохранения. Я считаю, что состояние с обеспечением медикаментами довольно стабильное. Вот настоящее время. Прича во языцах, поликлиническое обслуживание. Жалоб много. Нам поступил звонок телезрительницы, адрес уже несколько раз обсуждавшийся, пресловутый. Карломарца, 193, филиал поликлиники, медсанчасти, администрации города ММК. Вообще, как ситуация с поликлиническим обслуживанием? Ну, вы знаете, вообще, конечно, желательно было бы, чтобы здравоохранение развивалось более гармонично. К сожалению, так получилось, что у нас сейчас складывается такая ситуация, что специализированные лечебные учреждения, диспансеры, которые тоже необходимы, и люди тоже в них обращаются лечиться, оказались в лучшем материально-техническом состоянии и положении, чем, допустим, первичное звено медико-санитарной помощи. Ну, а кроме того, если вспомнить закон 131-й федеральный, о разгончании полномочий и, так сказать, расходных обязательствах муниципалитета, то у нас, конечно, прежде всего мы должны обращать внимание, и то, за что мы должны отвечать и будем финансировать, организовать, это первичная медико-санитарная помощь, сюда входят и поликлиники. И, конечно, если мы с вами обратимся к тому, как они распределены по городу, ну, в части, допустим, Родженгельского района, мы увидим, что там их просто нет. И вот этот филиал, который там открыт в приспособленных помечениях, я подчеркиваю, он выполняет задачу очень важную, он просто-напросто является единственным поликлиническим учреждением, приближенным к тем районам, которые там существуют. На сегодняшний день, конечно, это очень острая проблема, и ее решать можно только одним способом, надо строить поликлиники детские, взрослые там, где они должны были быть по генеральному плану развития города. То есть это по адресу Жукова, 5, и по Ворошилу, 5, где начат нулевой цикл детской поликлиники и женской консультации. Эти учреждения просто надо возводить. Было совещание у главы города по этому поводу, неоднократно выезжали, мы смотрели на место, вот эти вот, так сказать, площади под застройку поликлиник. Но сейчас решается вопрос о том, как это все нам оживить и начать. Но то, что это будем делать, это необходимо делать, это совершенно точно, это будет сделано обязательно. Вот мы как-то по инерции радуемся пуску новых медицинских объектов, может быть, заслуженно радуемся, онкоцентр, почечный центр, туберкулезный диспансер, урологический центр, вот из последних. А вам не кажется, что тревогу бить надо, не роддома строим? Ну, вы задели очень большую больную тему, большую. Дело все в том, что я акушер, и, конечно, для меня служба родоспоможения навсегда останется, ну, наиболее близкой, несмотря на то, что сейчас отвечаю не только за нее. К сожалению, в городе с 500-тысячным практически населением нет ни одного типового родильного дома. Хотя очень бы хотелось, чтобы он был. Ну, все, наверное, в городе знают, что в свое время начиналось строительство нового роддома в Зеленом Володе. К сожалению, эта стройка была не завершена, она законсервирована. И сейчас, конечно, остается только сожалеть, что мы тогда не смогли этот роддом построить. Я думаю, что сейчас, если мы решим вопрос с поликлинической службой, то, наверное, вернемся к вопросу о строительстве роддома не на левом берегу, а там, где зеленый лог, где свежий воздух, где будет типовой родильный дом. Я очень на это надеюсь. Не могу не упомянуть еще одну напасть, которая свалилась вот на нас буквально на днях. И хотелось бы вашего комментария по этому поводу. Пресловутый птичий грипп. Никто, в том числе медики, наверное, точно не уверены, что это такое и насколько опасно. Вместе с тем, всем страшно. Согласен во многом благодаря нашему брату-журналисту. Ну, птичий грипп, в общем-то, эта тема не нова. Вы знаете о том, что несколько лет тому назад в Юго-Восточной Азии была эпидемия довольно серьезная. Там были большие проблемы с именно локализацией этой инфекции. Что касаемо состояния дел у нас, это заболевание переносится дикими водопалывающими. И при контакте диких водопалывающих птиц с домашними возникает эпидемия птичьего гриппа. И, в общем-то, с соответствующими последствиями, то есть гибелью пернатых и возможностью поражения тех, кто с ними в контакте или, так сказать, пользуется этими, так сказать, птицами. Но в городе у нас пока в этом плане все спокойно, хотя было сказано, что уже в Увельском районе имеют факты такого птичьего гриппа, этой заболеваемости, среди пернатых. У нас было рабочее совещание главы города со структурами, которые обязаны, так сказать, контролировать и отслеживать это заболевание или распространение его. Причем были приглашены главы районов, которые граничат с городом Магнитогорском. Это Обзеливовский, Агаповский. Важно отметить, что, конечно, большая проблема будет не только с подворьей, а именно вот там, где у нас находятся крупные птицы комплексы. Там, конечно, будут проблемы, потому что очень много, так сказать, там находится вот этой птицы. Во-вторых, здесь очень важно населению понять, что если они не будут контактировать с заболевшей птицей, то и заболеваний никаких, так сказать, гриппов не будет у населения. То есть нельзя покупать птицу, которая не имеет сертификата качества, нельзя покупать ее на вокзале, с лотков, с улицы, только в магазине, только на рынке, там, где продукция проверена. Это первое. Второе. Ну, наверное, надо как-то решать вопрос с тем, что если вы на охоту съездили, то не всякую птицу надо привозить в дом и ей пользоваться, потому что охота, видимо, все равно будет открытой. На это надо обратить внимание. Здесь мнения различные. Открывать, не открывать, убивать больше, меньше. Ну, во всяком случае, на охоту будет тоже. У охотников в Магнитогорске много, на это надо обратить внимание. Что касаемо людей, ну, здравоохранение в этом плане готово, мероприятие мы все разработали, инфекционные боксы у нас готовы к приему, если будут такие больные, конечно. И существует специфический антивирусный препарат, там, мифлю, он заказан, находится сейчас в Челябинске, в понедельник он будет у нас. Если будут такие больные, мы готовы их лечить. Но надеемся, что если население благозумно будет относиться к этому факту, не будет и возможности у нас их лечить. То есть, на самом деле, все не так уж сумрачно вблизи. Между тем, у нас практически не осталось времени, и я должен задать вам последний вопрос. Вы, Сергей Викторович, сами часто болеете? Нет, очень редко. Ну, и на этом закончим. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас был начальник управления здравоохранения городской администрации Сергей Богданов. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова